вот сейчас вы должны сейчас будете услышать мои слова я сказал вы готовы меня услышать вот сейчас будет очень трудно вам вы приготовились вы оскорбили свою мать серьезно и она сейчас не может с вами нормально относиться потому что вы должны раскаяться в этом оскорблении хотя она была по факту не права но оскорблять мать нельзя никогда даже если она не права а вам надо раскаяться и сейчас из-за этого у вас идут трудности в отношении к женщинам сто процентов они ведут себя с или будут вести себя с вами очень жестоко женщины будут истелить рядом с вами вести себя очень жестко ну плохо надо раскаяться перед мать понять что мы не можем диктовать родителям свое это через них идет милость милость это то что может идти может не идти мы здесь руководим процесс поэтому вы примите ее как старшую что через нее идет милость и она постепенно остынет сейчас в ней сильный жар внутри она просто вас рушит как личность нелогично совершенно просто все крушит на своем пути это из-за оскорблений через нее действует очень жесткая сила есть высшие существа которые действуют через людей очень жестко могут действовать и сейчас через нее такая сила жесткая очень действует опасно очень опасная ситуация она рушит вашу жизнь это силы и даже микрофон выключился знак такой вот так и есть похоже я но понятно что вы не просто так нажали говорю про знаки у меня еще есть младший брат и есть старшая сестра и я у меня был период буквально я приехал сюда в октябре месяца и до этого полгода назад я прямо активно пытался делиться как бы по родню по материнской линии все родня находится между ногами и я вот как бы все детство проводил там два не не сможете сейчас не сможете с ними отношения это невозможно потому что это невозможно потому что если вы оскорбление в сторону матери совершили вся ее родня закрывается для вашей любви все и плюс также невозможно женой строить нормально такова сила как бы влияние вот этой энергии оскорбления старше это страшная вещь нужно раскаяться в том что вы как бы судили и и потому что еще раз повторяю если мы сильно судим человека за неправильный поступок мы потом сами точно также будем делать поэтому просто раскаетесь том что вы как бы сильно вмешались ее жизнь когда то есть это не ваше дело там что происходило вы должны сейчас раскаяться в этом и вам вернется нормальная жизнь то есть вы сможете с нее родственниками отношений построить все вернется вашу жизнь нормальная жизнь вернется женщины нормально вам легче станет и все прочее ответьте сейчас действует его захват микрофона и не хотел его спрашивать нет не надо отдавать микрофон вы его уже сзади нам теперь придется страдать я понимаю что я сделал ошибку да и вам не надо сейчас вмешиваться в те отношения которые происходят вы путаете вашу жизнь с принципами и правилами жизнь выше правил жизнь означает уважение к старшим вы должны по-любому уважать старших несмотря на то что правила нарушаются если вы уважаете не вмешиваетесь то тогда бог вас прощает если вы вмешиваетесь и не уважаете вы получите то же самое в своей жизни что они получили и увидеться в этой же ситуации но фактически уже сейчас в этой ситуации ну потому что вы уже где-то больше года слушать и лекции работа над собой понятно ну поэтому как бы все у вас будет полегче по ним вы сделать то что я вам сказал это очень сложно понять здесь логики нет просто рассказать если плохое поведение к матери отношения и ваша жизнь станет лучше сразу потому что есть вещи которые не объяснить объяснить невозможно точно так же невозможно объяснить что такое жизнь и как она дается человек ваша мать выносила вас она вас она терпела когда она вас вынашивала и было очень трудно жить в это время и тяжелое было время очень она это все перестрадала выносила вас родила она вообще не хотела вас вынашивать не были сомнений она думала может мне аборт сделать потому что очень трудно это делать она выносила вас все равно и родила потом она очень сильно заботилась когда вы были ребенком понимаете а сейчас вы ее начали осуждать помните про курицу как бы рассказывал про яйцо цыпленок вырос и начал на маму бросаться это вот сложилось как-то я жил всегда отдельно в принципе самостоятельно но я был такой период очень тяжелый и в семье на дом где-то и это вот как-то вот эти обстоятельства они сложились и отлушивать все как-то и отношения с родителями с окружающими девушками то есть как-то в принципе то никогда не ссорились не ругались а вот это обстоятельство моей личной жизни они как-то повлиялись вы простите вы простите всем простите и попросите прощения вы должны это делать сейчас для вашего будущего хотя бы для того чтобы вас будущее было хорошее вы должны сейчас наладить отношения с матерью иначе ваше будущее будет разрушаться вас есть девушка почему нет просто у вас нет возможности вот сейчас вы познакомитесь с девушкой с любой она будет вам мозги выносить сразу а девушки знать почему смеются я тоже без шуток знать почему девушки смеются почувствую не они смеются потому что вы не сможете если бог действует через женщину и и силу вот эту вот никто не вынесет никогда никто не может победить когда женщина как бы разъярена никто победить это не может никогда это непобеждаемо она даже сама себя не может в это время победить я там помогают идет сопровождение слышали меня поэтому бог никого не вам не дает пока что вы еще раз стресс такой тяжелый не попали что вы еще от того не вышли все давайте раскаивать всем вам все у вас все получится потом лучше бы спасибо что мы с вами поговорили это важно очень потому что мы раскрыли тему с вами я думаю что раз мы тему раскрыли давайте двигаться дальше потому что у нас еще есть другие темы итак последнее что я хотел сказать если человек понимает что если он не простил своих родителей или не прощен своими родителями то нет нет никакой ну не нужно рассчитывать на счастливую семейную жизнь без благословения свыше счастья не бывает поэтому сначала выяснили разберитесь с родителями хотя бы формально получите благословение пускай они почувствуют что вы не против них пускай они почувствуют что вы хорошо к ним относитесь пускаем их сердце отпустит если это произойдет тогда дальше уже все будет нормально иначе будет сверху закрыта системы понимаете сверху замочек будет висеть ничего в жизни не будет а и своим и близ ну давайте микрофон ничего не слушаю чё она говорит тема серьезная такая животрепещущая никто не может сдерживаться уже начали говорить прямо из зала девушка вот переживает сильно я прошу меня извините конечно просто так как закрыта тема для меня осталось непонятно а если почивы родитель то есть вот у меня нет у отца и уже достаточно заранее отец есть же правда а ушел из жизни там есть при этом он живой человек не умирает человек не может умереть можете вы прямо сейчас с ним связано я через вас сейчас вижу его чувствую вашего отца живой человек не может умереть если вы это знали вы тоже лучше чувствовали у вас очень добрый отец он у него очень такой добрый спокойный темперамент такой в отличие от вас то есть я могу сейчас раскаяться да и молиться да и все он простит вам между вами очень такая такая тяжелая связь осталась до сих пор вам надо раскаяться в молитве он примет вас ему жалко сейчас вас что так у вас в жизни все происходит потому что вы не можете понять что люди не умирают они остаются живыми просто грубое тело уходит а связь остается человек остается но его не почувствуешь если ты не примешь это если ты не понимаешь что люди живые остаются они никуда не деваются тогда ты его и не почувствуешь своего близкого человека вот сейчас вы его начали чувствовать своего отца так или нет ну что как бы вы узнали о том что он жив все раскаивается перед ним он ждет уже давно когда вы это сделали чтобы у вас жизнь наладилась потому что сейчас она не лажится у вас с мужским с мужской ну с мужским началом большие проблемы в отношении вы не переносите мужчин вам очень тяжело с ним рядом находиться они как бы вас ломают или вы их ломаете ну то есть конфликт идет у вас с мужским началом через отца раскаетесь и не будет никакого конфликта мужское начало с вами будет соприкасаться хорошо по-доброму спасибо ну усвоили а ваша молитва вашей вере неважно какая молитва молитва не имеет само значение имеет значение что ты просто богу служишь у тебя сердце от этого служения очищается часто люди думают что только какая-то молитва поможет а другая не поможет молитва означает любой богу просто любите бога с помощью молитвы и ваше сердце очистится и бог вам там будет исправлять все где нужно не то что вы направляете молитву в какую-то сторону потому что вы это читаете то получается эту то получается так не надо думать просто любите бога ничего не просите от него все ваши проблемы будут сами исправляться если вы хотите исправить проблему бога туда не пускает а если вы просто его любите он сам все исправляет услышали там сзади кто кричал хорошо теперь с детьми что отец ну давайте еще один раз невозможно подчиняться и невозможно принять это разные вещи вот девушка на первую извините невозможность принять у вас муж есть отца мужа невозможно принять не надо принимать надо уважать это разные вещи не могу не буду говорить вам последствий не хочу об этом говорить вам надо молиться чтобы простить его и уважать как старший конечно вас просто нет на это силы если у меня нет силы допустим что-то поднять я помолился у меня появилась сила я поднял у вас просто нет силы на это и все я чувствую что это меня разрушает да вашу судьбу это раз не хочу говорить что может быть из-за этого это очень печально но надо сейчас обязательно понять что не обязательно принимать поступки человека нужно просто научиться его уважать как старшего уважение старшего это означает божественно природу уважать в человеке а не его поведение понимаете узнайте у своего мужа что он хорошего для него сделал поговорите об этом чтобы он вам рассказал что хорошего отец для него сделал в жизни когда вы об этом узнаете вы через это молитесь настраиваться на это и при вы успокоитесь не хочу вам говорить это ваша судьба и я даже ваш поступок определенный очень жесткий поступок нехороший который сделал такой результат ну да однозначно иначе дальше разрушаться будет ваша жизнь через эту вот вещь будет разум запомните если у вас какому-то из родственников вашему или вашего мужа или вашей жены есть очень жесткая позиция непримиримая и очень сильно от вас от этого трясет это значит что ваша семья в опасности когда вы эту позицию уберете из своей жизни успокойтесь простите человеку тогда ваша семья в безопасности запомнили? всегда по отношению к родственникам идет сигнал о том что есть где-то дальше плохая судьба у тебя в жизни через отношения к родственникам есть сигнал что там есть опасность разрушения семьи будь осторожен соус то же самое касается значит отношения моего мужа к моему ребенку которого не принимают вот уже свершилось ну что ж ты будешь делать а ну изначально он не принимал моего ребенка моя хорошая простите его отцу простите его отцу простите его отцу и отец будет прощен спасибо вам огромное это ваше терпение и любовь которым вы подарите нам ваше знание беленький не стал выдергиваться желтенький означает знание цветочек я сам я люблю кидаться все с детьми отношения все мои хорошие не успеем время мало осталось первое что нужно понять это то что нет ничего сложного в воспитании детей сложность только в том что они несут судьбу нашу судьбу через себя и эту судьбу трудно переваривать потому что если тяжело переваривать судьбу которая идет через мужа то еще тяжелее судьбу переварить которая идет через детей потому что привязанность детям сильнее чем к мужу или к жене чем сильнее привязанность тем тяжелее судьба и все начинается очень прекрасно понимаете сначала когда ребенок рождается через него никакая плохая судьба не идет через него видно только чистоту когда ребенку смотришь на него маленький грудной ребенок от него только чистота исходит никакой судьбы плохой не идет и ты сразу думаешь о классно у меня теперь всю жизнь будет со мной только чистота этот ребенок мне ничего плохого не принесет он только счастье мне будет дарить сразу такое четкое ощущение возникает потом дальше ребенок начинает развиваться и постепенно через него начинает действовать уже ваша судьба и она приносит подарки свои особенно когда происходит половое созревание у ребенка эти подарки очень труднопереваренные понимаете сам по себе ребенок он нормальный с ним нет сложности понимаете потому что если ты по-доброму к ребенку относишься то он будет все понимать он будет всему учиться потому что единственный способ его научить это просто любовь и все первый этап принятие это когда ребенок начинает видеть божественно в родителях осознанно то что он чувствует что папа или мама это хорошие люди хороший человек я верю в своих родителей второе это слушание то есть когда вы правильно говорите ребенку все переварив свою судьбу которая через него действует ну допустим он получил двойку это ваша судьба через него действует вы говорите ах ты гад ты получил двойку иди вставай в угол это значит что вы разрушаете его разум в это время его разум будет от этого больным от таких слов надо переварить свою судьбу сначала успокоиться принять двойку в сердце что это твоя судьба успокоиться и потом уже начать разговор с ребенком узнавать изучать почему он получил двойку есть много разных вариантов которые вы не подозреваете например первый вариант это вообще не его предмет и не надо его туда пихать он никогда во первых его не выучит потому что ребенок развивается как гора растет есть центральная часть верхушка у горы она всегда будет развиваться быстрее чем выше гора тем больше на склонах земли шире она чем выше гора тем шире не бывает что высокая гора и узкая вот такая она всегда шире понимает большая гора шире это значит что если допустим он цветочек по природе допустим белый ваш ребенок то допустим он литературу будет усваивать лучше всего и вы туда вкладывайте больше всего силы то есть он должен по литературе как бы там вкладываетесь литературу а по математике он никогда не сможет быть специалистом у него другая природа природа человека не меняется это значит что если он литературу сильно будет изучать он захватит все и математику в том числе но чем дальше от его природы тем меньше он там будет понимать в жизни понятна система но если вы хотите от него счастье а не любви ему давать будет все наоборот вы скажете нет мне не нужна одна литература я хочу чтобы одни пятерки были потому что именит от этого кайф преподаватели хвалят я горжусь своим ребенком у него аттестат классный потом хорошая престижный вуз дальше идет супер вообще человек вроде все и знает все умеет но чем заниматься нет потому что он такой развитый хороший человек у него все отметки хорошие и все прочее дальше какой результат а он вообще не знает потом чем ему в жизни заниматься ему верхушку горы слезали горы никакой нет все есть плоскогорий человек вообще человек вроде все и знает все умеет но чем заниматься нет потому что нет верхушки у него нет интереса к жизни ему срезали верхушку чувствуете нет причину потому что мы хотим наслаждаться своими детьми а не хотим им пользы для того чтобы пользу привести нужно просто разобраться что происходит вот он получил двойку а может быть это знак есть разные варианты почему человек двойку получил например один вариант очень опасный называется тяжелый астрологический период вот ребенок учился нормально потом бац 2 2 2 и вы его спрашиваете мой хороший ты простили все успокоились ты чего двойку получил мама чего-то ничего не могу учить у меня в голову ничего не лезет у меня какое-то напряжение внутри он объясняет что с ним происходит и мама говорит ничего не хочу знать должен приносить пятерку дальше может быть психушка то есть ребенок если вы ничего не хотите знать замечательно ребенок напрягается он же не понимает как жизнь течет у него нет разума он просто следит маме мама сказала пятерку значит пятерку начинает у нее мозги кипят потом психика ломается он попадает в психбольницу и оттуда уже не возвращается если человек психическое заболевание в раннем детском возрасте получил очень трудно потом избавиться от него за всю жизнь классное поведение мамы а я вам рассказываю реальные случаи жизни только в этом случае в который я сейчас вам описываю ребенку сохранили здоровье психическое не дали возможностей потому что вовремя поняли что происходит но все учителя были против они говорили что это ребенок он из-за неправильного общения получает двойки а не из-за того что у него там какие-то трудности в периоде вообще таких периодов не бывает все должны хорошо учиться учителей такое было мнение замечательно следующая причина почему он получил двойку она заключается в том просто что он обижен на преподавателя а преподаватель ведет себя плохо допустим не грубит с детьми и ребенок обиделся и он не хочет его предмет изучать потому что у него нет вдохновения и самая одна из немногочисленных причин почему он получил двойку это потому что он просто шалит такое тоже может быть он просто не хочет учиться он шалит ну ничего пусть шалит какая разница он же ребенок просто вы поймите какие бы причины не были вы просто можете с ним по-доброму поговорить потому что когда вы по-доброму говорите первая стадия он начинает уважать вас как человека вторая стадия он начинает вас слышать то что вы говорите потому что если вы на него злитесь он никогда не услышит и третья стадия он начинает слушаться слушаться означает сильно слушать у меня в детстве был один такой случай необычный который меня на размышления очень серьезные навел это когда я вот смотрел фильм детский фильм и услышал песню одну ламбиков пел песню я после этой песни побежал у нас в тольятти было водохранилище воска и сейчас есть я начал смотреть на воду и увидел эту глубину воды вот эту чистоту силу воды увидел через эту песню потому что я очень по-доброму услышал этот добрый голос и через этот добрый голос не пришло знание о том что такое вода хотя может быть он сам ролан быков этого знания не имеет вопроса по-доброму преподнес то что написал писатель давайте послушаем так надо я вам просто как пример показал как с детьми надо общаться ну то есть образование детей означает вот это доброта если вы хотите как-то по-другому у вас ничего не получится потому что только через любовь можно давать человеку знания наказать хотите накажите наказывать ребенка очень просто надо просто решать его свободы и не разговаривать с ним мальчика нужно можно бить по попе то есть насилие над мальчиком надо совершать потому что мужчина понимает только действие надо им показать что как бы ну ну понимаете когда мальчику объясняет вот так делать не надо знаете в это время чем думают но как бы наказывать будут или нет если будут то соглашаюсь если не будут то не соглашаюсь любого возраста не ну после полового созревания уже нельзя воспитывать там наказать ребенка может не только договариваться после полового созревания только договариваться все два с половиной год тоже нельзя до пяти лет нельзя наказать мальчика потому что он еще не мальчик он еще на под влиянием прошлой жизни находится и вы можете видеть что маленький мальчик до пяти лет как девочка себя ведет у него еще нет мужского начала она не артилизировалась с ним он кнычит капризничает если он прошлой жизни был мужчиной тогда он опять рожается мальчиком он с детства самого ведет себя как мальчик он очень такой настойчивый смелый храбрый всех лупит там в три года но есть но чаще всего мальчики бывают девочками прошлой жизни поэтому он мальчик вроде бума он мальчик ведется как девочка то есть он плачет кнычит всего боится капризничает а потом только после пяти лет он начинает понимать что на мужском теле оказалось и начинает уже всех мучить бегать прыгать шалить и так далее мальчик мальчик значит он будет всех мучает такой уже надо наказывать по попе бить уже потому что если мальчика бить по попе он как бы понимает что к нему знание входит в сердце то есть только через действие мальчик понимает тоже допустим мужу там говорить и так пожалуйста не делай себя не веди это очень плохо я могу как бы даже уйти от тебя если вы мужик мужику такое говорить это он как бы ему эти слова вообще вот не алил просто лучше ну на один день к маме уйди скажи я на тебя ушла на один день за такое поведение на него сразу дойдет что она может на один день ушла может и на больше уйти потом и тогда он будет думать что дальше делать но если вы мужчине просто его словами кормите это все бесполезно он не воспринимает мужская природа слова слова не воспринимает женщины только поступки действия совершайте он поймет слова бесполезно девочек все наоборот то есть никогда не совершайте действия при воспитании девочки только слова надо и все объясняет рассказ о действии можно ее пугать сказать мой хороший я вот тогда чем не остается делать и так себя идешь по-доброму с ней разговаривать и она все будет понимать принимать есть только два действия по отношению девочки это не разговаривать с ней и и лишать свободы ну допустим запирать дома там и так далее но если вы совершаете насилие словами то есть со злобой с ней говорите у нее рушится психика она становится очень чувствительной капризной истеричной там и так далее исправляете что нет всегда все можно исправить все все исправляется в этом мире поэтому вот это надо четко понять и надо понять что как бы воспитание ребенка означает правильная жизнь родителей ну допустим приведу пример то что я видел жизнь если вы допустим при ребенке не ругаетесь матом ругаетесь матом на работе то тогда ребенок дома тоже не будет ругаться матом он ругаться матом будет на улице ну то есть ребенок буквально в смысле перед перенимает психику родителей причем идет print понимаете то есть он просто всасывает ее всю и копирует сказали вы о чем-то не сказали вы так себя вели при нем или вели то есть где бы вы так себя не вели где бы вы так не говорили это все в него всасывается потому что вы рядом с ним находится поэтому воспитание означает просто правильная жизнь поэтому люди должны раньше начать правильную жизнь а потом детей заводить но если не получилось так хотя бы сейчас начните потому что никогда не поздно все поменять дети тоже меняются от вашей праве допустим дети взрослые уже там после 13 лет 14 у ребенка включается с от тяжелая карма и в это время с ним уже ничего не сделаешь причина этой тяжелой кармы это половая энергия когда половая энергия начинает активизироваться в ребенке и нет правильной культуры стране но и во всем мире потому что сейчас понимаете сейчас общество не понимает что такое энергии вообще не понимает этих вещей например не понимает как энергии могут разрушать человека вот допустим древней культуре хорошо знали эти традиции они сохранялись даже когда люди это толком не понимали уже древней культуре знали что девочек надо воспитывать с девочками когда половое созревание происходит девочка когда с девочками воспитывается она защищена от этой энергии половой энергии которая возникает между мальчиком и девочкой когда она возникает в 13 лет она такую силу имеет эта энергия что никто выдержать не сможет то есть эта энергия вот притяжение и желание наслаждаться противоположным полом настолько сильная в этом возрасте с 13 до 18 лет что если девочек рядом с мальчиками сажать за партами если давать им общаться если тем более им давать смотреть порнуху всякую то от этого такая сила начинается у них внутри вот это вот сила притяжения что они начинают в раннем детском возрасте сексом заниматься начинают вот из себя что-то там дырки себе прокалывать в ушах носу там ну то что-то делать с собой начинают то есть эта энергия она имеет деструктивную природу они перекрашивают все волосы рвут себе одежду чтобы выглядеть вот так вот ну то есть они пытаются как-то привлечь внимание и противостоять этому миру который против того чтобы у них были возможности общаться друг с другом понимаете то есть это все из-за нежелательного соприкосновения происходит древней культуре просто мальчики воспитываются отдельно девочки отдельно они мечтали друг о друге это было чистое светлое чувство в этом взять даже стихи допустим пушкина там некрасова там так далее вот эти старые стихи о мальчиках и девочек можно видеть что там чистое светлое чувство было а сейчас одна пошлятина это пошлятина рождается преждевременного соприкосновения между мужским и женским началом потому что дети когда соприкасаются у них разума нет как правильно они все самое плохое всасывают себя и начинают это тиражировать своей жизни поэтому большинство людей которые не могут это соприкосновение приостановить или как-то ограничить нет никакой возможности контролировать поведение своих детей начиная с 13 до 18 лет ребенок выпадает из-под контроля потому что он становится безумцем этих энергий то есть он ничего не может собой сделать и вы должны это тоже признавать потому что здесь тоже есть выход у меня так получилось что у меня дочка училась вот в обычной школе и я уже понимал что будет дальше то есть начиная с 13 лет она выпала из-под контроля я просто молился за нее и как бы пытался и объяснять как надо но результат никакого это не давал и только в результате молитв только 19 годам она отрезвела и встала на правильный путь сейчас она очень хорошо живет правильно уже живет но до этого не было возможности сильно влиять на ситуацию какое-то влияние было например она всегда чувствовал что мясо это плохая пища потому отца она никогда его не ела понимаете но все остальное как бы не было защита от других каких-то вещей и это касается большинства людей есть конечно нравственные школы уже появляются сейчас в россии надо вот это на это ставить ставку если вы думаете школа должна человеку дать образование для кембриджа необходимое то знайте что где бы ребенок не учился какого из социальных образования не получил нравственном образовании все равно стоит выше потому что когда человек получает нравственное образование он потом любой статус себе в обществе легко получит в результате своей внутренней силы но если человек нравственно не образован какой бы он диплом не имел он легко разрушить свою жизнь потому что нравственно незрелый человек никому не нужен на работе это мы уже он только раз только создает одни проблемы и сейчас самая главная проблема у нас стране эта проблема чего кадров некому работать на руководящих должностях почему потому что люди не развитые руководитель должен быть красственно сильнее развить подчиненных несколько раз а так как ли он как отец должен себя по факту вести так как люди не развиты поэтому и соответственно такой результат понимаете поэтому уделяйте главное именно вот вопросу нравственного образования ребенка и самое главное здесь две вещи первое научитесь по-доброму относиться к своим детям если вы хотите подробно узнать что это значит есть целая система образования детей называется гуманная педагогика это есть такой шалла монашвили такой академик он создал мы сейчас 86 лет продолжает читать лекции вот тоже сюда питер часто приезжает со своим сыном которому уже 52 года вот и они читают оба эти лекции по гуманной педагогике изучайте книжек много все можно в интернет найти можно на их сайты выходить с ними форме общаться там и так далее